Здравствуйте, с вами сезонный календарь портала Агро21 и я Людмила Старостина. Февраль, последний месяц зимы, пара метелей. В феврале самая низкая температура почвы на уровне промерзания корней. Если у вас есть сад, то самое время заняться защитой корней от вымерзания. Накапливаем снег в саду. В дни оттепелей отаптываем снег вокруг молодых яблонь, если они не обязаны лапником и другим материалом, чтобы предохранить кору от повреждений мышами. Чтобы накопить снег в саду, в середине междурядей формируем снежные валы, ставим щиты из хвороста или разбрасываем ветки. В конце месяца, тоже дни оттепелей, белим или возобновляем побелку стволов и основание ветвей молодых деревьев, чтобы предохранить их от солнечных ожогов, яркого февральского солнца. Если снега много, стряхиваем его с ветвей плодовых деревьев и ягодных кустарников. Проверяем состояние прикопанных саженцев. Особое внимание обращаем на защиту от грызунов и морозов. В феврале мы контролируем условия хранения нашего урожая. В подвалах, погребах и прочих хранилищах поддерживаем температуру и влажность воздуха, оптимальные для хранения урожая. Наилучшей для овощей, фруктов и ягод является температура 0-4 градуса по Цельсию. Наилучшая влажность 85-95%. В феврале используют по назначению большую часть оставшегося с прошлого года урожая. Оставляют для дальнейшего хранения только картофель, корнеплоды и зимняя сорта яблок. Подготовка к новому сезону в феврале заключается в подготовке инвентаря, материалов и тары, необходимой для сбора и хранения урожая. Удачного вам сезона! С вами был сезонный календарь портала АГРА-21 и я, Людмила Старостина. Продолжение следует...